Хочусь в благодарности. Огромное спасибо всем, кто прислал свои ответы на заданный вопрос в прошлом посте про чудо чудное в Колбе. Что же это такое? И нет, это не грипп, это не огромный паразит, это не пенис, это не... Какие ещё были варианты? Рог какого-то животного, зуб какого-то животного. Это 600-граммовый экземпляр белой спаржи, выращенный в конце XIX века. Увидела я это чудо на гастрономической выставке, проходившей в Париже с большим успехом в прошлом году. Не удержалась, сняла. Как-то незаметно настал апрель, сезон спаржи, и спаржа эта и белая, и зелёная смотрит с каждого парижского лотка. На самом деле она уже начала появляться в марте, а сейчас просто расцвет спаржевый. И это повод нам вспомнить о том, что спаржу во Франции выращивали с давних пор, и очень любил Людовик XIV, Маркиз де Помпадур. Спаржу подавали за обедом пассажирам первого класса Титаника, и спаржу даже написал в 1880 году художник Эдуард Мане. Мало того, что спаржа нежна на вкус, она ещё очень полезна, нормализует уровень сахара в крови, содержит массу полезных минералов, источник пищевых волокон и клетчатки, необходимые для пищеварения, и много-много чего другого. Но у нас тут не медицинский вестник, поэтому заканчиваем и заканчиваем на совете от супермаркета. Нам рекомендуют готовить белую спаржу на пару и подавать на закуску в соусе винегрет или в голландском соусе. Продолжение следует...